По поручению председателя Московской областной думы Игоря Брынсалова депутаты проводят муниципальные недели. Посещают детские сады и школы, которые вошли в областные и федеральные проекты. Линара Самединова посетила учреждение в городе Куровское. Строящийся детский сад стал первым пунктом рабочей поездки Линары Самединовой. Группы готовы принять маленьких хозяев. Здесь все сделано по последнему слову. Мебель, оборудование, спортивные залы, столовая, отдельный медицинский блок. На данный момент штат сотрудников почти укомплектован. Списки детей составлены. Сегодняшний детский сад, конечно, впечатлил. Потому что по роду своей деятельности я уже посетила порядка ста садов. И есть чем сравнить. Вопрос с садиками для каждой семьи всегда первочереден. Потому что это вопрос и финансового благополучия семьи, вопрос выхода на работу и мамы, и иногда отца, бабушек, дедушек. Поэтому мы в январе, конечно, сделаем все возможное, от нас зависящее, чтобы в январе, как и договорились, в сроке открыть. Готовимся к принятию 240 детей. Для малышей оборудуют и поликлинику. К Новому году там планируют открыть «Добрую комнату». Это проект партии «Единая Россия». Холл превратится в игровую. На стенах прикрепят бизиборды, сделают зону с покрытием для ребят до года. Появятся игрушки и, конечно, главный персонаж всех добрых комнат – умка. Медучреждения. Основная их цель, естественно, лечить. И никакие культурно-досуговые, образовательные вещи они не должны оказывать. Но создать просто комфортное пребывание. То есть, может быть, сделать роспись интересную из стен. Закупить какие-то детские игрушки. Повесить телевизор с мультиками. На сегодняшний день у нас порядка 50 муниципальных образований участвуют в нашем проекте. Мы делаем 57 игровых зон. Свой рабочий визит Ленара Самединова по традиции закончила приемом жителей. Все вопросы были направлены к курирующим ведомствам. Продолжение следует...